Прежде всего, огромное спасибо, что пригласили к культурному татарскому центру, который оказывает такое внимание Мураду Анжи. Я уже второй раз здесь, когда деятели, прежде всего, спасибо Гаяру, который всегда активно поддерживает. И я, как кумык, мне крайне приятно, что, Мураду Анжи, чествуете вы здесь, не меньше, чем на родину себя Дагестане. В том не менее, сегодня со мной тоже пришли друзья, и кумыки дагестанские, я сам родом из Чечни, старинного кумыкского сиреневого брагуны. Я прочитал, конечно, Мураду Анжи, одни из первых работ удалось прочитать «Будущие туркмени» в Ашхабаде в советские времена. Мне подсказал один из туркменов, что вышла его первая работа кумык из рода Половецкого. Откуда все это началось? Потому что до того, если приходилось всем объяснять, кто такие кумыки, чем разница между калмыками или кем-то еще, полное непонимание. Но после этого все это началось. Только потом вышли его знаменитые работы с 2004 года. Это наиболее значимая, на мой взгляд, фундаментальная работа, которую он написал «Чурк и Эмир. Современная история», которая действительно потрясает любого человека, который даже не историк. Но тем не менее, он делает особый эпиграф наиболее избранным людям. Вот эпиграф я себе написал. Он пишет «Небо знает, земля знает, ты знаешь, я знаю». Кто говорит, что никто не знает? Это то, что кто бы как бы не скрывал неправду, в любом случае она когда-нибудь может дойти до души каждого человека. В связи с этим, мне вспоминается, мне часто приходится выступать в судах, в процессах, по разным темам, защищая, в том числе, тюрков, мусульман, кого бы там ни было. И иногда приходится вспоминать слова. Когда ты видишь, вокруг творится зло, несправедливость, и ты чувствуешь, тебя не слушают. И до души этой судьи ты не найдешь, какой бы мантия она ни была, обличена ли он. Но в связи с этим есть такие слова известного философа Сезария, когда сказал «Мне достаточно было 9 месяцев, проведенных утробе матери, чтобы стать глубоким стариком». Это к тому, что люди сами чувствуют, как Мурад Аджи почувствовал однажды, кто он есть. Он как написал, он услышал зов крови. Крови Кипчака, Кумыка и своего родного села Аксай, которое находится в Дагестане. Поэтому мне очень близко, потому что лет 35 в своей жизни я провел на чужбине. Соприкасался с другими культурами, народами, но никогда внутри себя никогда не забывал, кто я есть, откуда есть. Но так сгруппировать мысли, как это сделал Мурад Аджи, было невозможно. Потому что ему это удалось очень красиво сделать. В связи с этим я хотел бы несколько тезисов. Я думаю, у работы особенно современной, и в части та работа, о которой я говорю, чурки и мер. Это очень сокровенная история. Он написал так, это вывод, видимо, которым он пришел сам. Чурский ум, оказывается, надо лишь озадачить, решение он найдет сам. А вот здесь очень глубокий смысл. Поэтому нам не надо ничего всего рассказывать. Мы видим, нам говорили о летописи временных лет. Все, как она желала, с древнего Киева, матери городов русских. Сегодня много говорится о русском мире, а русского мира нет. Весь тезис русского мира строился, и их единство на критике мусульман, в том числе о тюрках вообще говорить не хотелось. Потому что одно из наиболее страшных явлений была идеология пан-тюркизма, которую также Мурат Анжей затрагивает. Никто не понимал сегодня, даже историки, когда спрашивают, что же такое пан-тюркизм. Что плохое, если тюркский мир будет един? Никто не сможет вам ничего ответить. При этом никого не раздражает, когда говорят о русском мире. А если мы скажем не русский мир, добавим еще тюркский мир. Как это будет выглядеть? Немножко раздражает, да, людей? Не знаю, по велению Всевышнего, что получилось, те события, которые происходят на Украине, там якобы, где начиналась Русь в 9 веке, в конце, где было крещение Руси, которую Мурат Анжей опровергает, после Мурат Анжей написали много других историков, хотя Мурат Анжей себя не называет историком, о том, что летопись временных лет, первая письменность, которая появилась на свете, это не более чем фальшивка и сказка. Если это сказка, получается достаточно, что было до 9 века, кто же правил, что за народы были. Кто был холопом, а кто был правителем. Кто были каганы, или там эти названия, сейчас даже которые заимствованы, русский каган. Чего, как бы, даже кажется, ухо немножко режет, как-то не стыкуется, это два слова. Поэтому, конечно, был 6-7 век процветания хазарского каганата, было Хазарское море, еще в 8 веке Махтон Кули писал, описывая туркменские основные племена, веяно шир от хазарских зыбей. Это слово найти даже невозможно было, но это писалось, это было. Но Мурат Анжей собрал это все в один кулак и рассказал, а вот именно в Хазарии было и иудеизм, и мусульманство, две веры. Все уже доказали о том, что это источники Китая, вероятно, что это был тюркский народ. Поэтому, конечно, тот Алтай, который не означает ничего, Мурат Анжей открывает нам глаза, может кому-то душу и сердце, говорит Алтай, это не тот, который мы знаем сегодня, он был намного дальше. В связи с этим очень интересно его видение Великой Китайской стены, Китайской империи, которая якобы казалась, они защищались от других варваров, в то время, как он доказывает, убеждает, нет, они защищали свой народ, который бежал нашим предкам, они бежали, где-то Кипчак, потому что там была другая жизнь, там была весело, жизнь кипела, там была руда, плавили, чего не было нигде. То есть китайцы, получается, совершенно другая версия, стеной защищали свой народ, который убегал на север. Вот поэтому сегодня та идеология, которая рождается, если, конечно, мы, тюрки и мусульмане, у нас это все едино, соответственно, меня лично волнуют те тезисы, которые государства изучат, при этом при молчалым согласии руководства, та интеграция православной церкви и государства, и как бы государство плящет под православную церковь, это не может радовать или нравиться какому-нибудь тюрку нам, мусульманам. Почему я говорю? Потому что это порождает так называемую идеологию единой народности. То есть нас возвращает к старым, опять нас отрывает от наших корней, пытается убедить в том, что все-таки государство образующая нация есть другая, не тюркская, и к временам Александра Третьего возвращает, когда все говорили, официальная народность, эта народность была одна, и, соответственно, православие. Я думаю, тут не надо стесняться, ведь юристы еще с древних времен, древнего Рима говорят, кто защищает свои права, он не нарушает ничьих прав. Я всегда исхожу из этого. Кто может исхажать историю нашего народа, хоть писалось немножко искаженно, скрыто, если почитаем Дюму Старшего, Толстого, Мурат Анжи, все это вспоминают, всех нас собирательно хоть называли татарами. Это никого не оскорбляло. То есть никто не называл, говорит русская речь, татар, соответственно, татары, при этом в этих ранних изданиях татары это слово было все равно оскорбительное. Точно так же, как турок. Ах, ты турок, как в советской времене, вы знаете, что-то такое плохое. Как будто это нехороший человек, скажем мягко. Поэтому, конечно, Мурат Анжи не только написал, он вспоминает известных лиц, которые Европа открывала. Марко Поло, который порядка 20 лет пробыл в семье тюрков, он рассказал, его как по современному языку, на моем правовом языке допрашивали на западе Ватикане, он рассказал, как устроен тюркский мир. Через него было рассказано, много искажено, и поэтому пытались переписать, заново написать историю. Все начиналось с Ватикана. Понятное дело, католическая церковь сыграла решающую роль, но если даже не говорить о том, что тюркс, весь мир и христиане еще 4 века свои молитвы читали на тюркском, Мурат Анжи это пишет, и читалось на русском, то есть на тюркском не было другого. И он описывает тенгри, которому молодежи может быть непонятно, что крест это не такое уж страшное явление, без изображения человека, это тенгри, это как раз четыре стороны света. Он четко все это объясняет, но я не буду конкретно о книгах, но тем не менее он призывает тому, что и поясняет нам, тому, что актуально. Например, в понедельник, вы, наверное, знаете, наш президент Путин будет в Турции. Турция это тот народ, который вот именно Мурат Анжи разграничивают арабский мир, о чем мне всегда было понятно, я не совсем понимал арабов, но всегда понимал турков. Может, потому что я кумын. Соответственно, вы знаете, последний исламский халифат и наиболее известная в мире империя, могущественная была Османская империя. Это были тюрки. Это тюрки, это не турки, как путают русские. Это был как раз и угозы, которые шли оттуда, туркменские племена, не только туркмены. То есть мы были единый народ. Соответственно, создавались тюрками империи, величественные. И они всегда шли на запад, даже в девятом веке. Сегодня на западе утверждает, что тоже Испании настолько был деградирован народ, хотя жили в дворцах, они хвалились тем, что они не могли писать. А сегодня представляет мусульман, как будто они, как сказать, пришельцы ничего не знают. Как, потому что постоянно, особенно в этом сыграла роль Первая Кавказская война, такой кровожадный генерал Ермолов, который описывал, писал царю, постоянно письма, говоря о характере туземцев, которых надо лучше уничтожить, чтобы избавиться России от таких варваров, которые живут на юге России. Поэтому, я думаю, то, что он говорит, что в тюркской языке шел диалог Востока и Запада, это тоже очень актуально. Что значит шел? А во время Кавказской войны на ком языке? Тот же Толстой пишет, когда пишет о Хаджимурате, или пишет Дюма Старший, или даже генералы царской армии, они все знали тюркский язык. Все. Иначе невозможно было, никто не разговаривал, ни с кем на русском языке. Потому что на той стороне была Оспанская империя, на Кавказе говорили, на тюркском. Соответственно, русский генерал, который претендовал на должность на Кавказе, был обязан, для него была честь, иначе тюркский язык. Поэтому очень хорошо, что Мурад Анжи настолько мужественный человек, говорит об этом. И сегодня не случайно, наверное, Путин тоже поехал в Турцию. Турция – великая страна, семисемиллионная турецкая республика. Соответственно, президента не пугают, что турки имеют влияние в Азии, имеют влияние на Кавказе. И мы не должны, каждый из себя, строить свои отношения своим народом, угоду политикам. Мы должны сами чувствовать, если нам приятно дружить с турками, быть вместе, татарам, кумыкам, казахам, туркменам, соответственно, мы должны быть. Потому что государства образовываются разные. То нам навязывает один строй, как коммунизм, капитализм, вечный разброд и шатание. Сегодня, кстати, многие эксперты признают, русской истории как таковой нет. Нет, потому что первичной была сказка и была быль в повесть временных лет. Поэтому, куда бы ни двигалось, не пытались историки написать отрыве от тюркской истории свою, они обратно возвращаются назад. Топчутся на месте, его нет. Путин заявил буквально 2-3 месяца назад о том, что мы, Россия, возвращаемся своим истоком. Но дальше не сказал опять, потому что недосказанность, о каким истоком, о каким корням. Если бы он добавил бы в тюркске, было бы очень замечательно. Тогда можно было написать правдивую историю России. Но, тем не менее, вы видите, Мураданжи начал. Это как раз почва и толчок каждому из нас, чтобы мы не только стеснялись, дорожили тем, кто мы есть. Мы представители великого народа. У нас очень сильная история. Мы должны помочь, и в том числе той сегодня, о которой говорят официальной народности, пробвести и дальше нашу культуру, и, может, даже язык. Потому что на тюркском говорят везде. Спасибо большое. Спасибо за эти слова от чистого сердца.